Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости международной группы компании Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Как вы уже знаете из наших репортажей, с сентября 2016 года рельсо-струнный транспорт был представлен на пяти крупных международных выставках в Германии, Белоруссии, Австралии и Италии. Достала очередь России познакомиться с четвертым поколением технологии Skyway. Десятая юбилейная международная выставка «Транспорт России», проходившая с 30 ноября по 2 декабря 2016 года в Москве, была призвана представить правительству Российской Федерации результаты работы транспортной отрасли за год и обеспечить диалог бизнеса и власти для совместного решения задач, стоящих перед транспортным комплексом Российской Федерации. Интерес к экспозиции закрытого акционерного общества «Струнные технологии» был немалым, к чему, впрочем, мы уже успели привыкнуть. Среди первых наш стенд посетили губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и президент Московской школы управления Сколково Андрей Шаронов. Уважаемые гости, давно знакомые с технологией, с интересом узнали об успехах в реализации проекта, достигнутых за последние годы, и выразили готовность содействовать его дальнейшему продвижению. Сергей Морозов давно знаком с технологией струнного транспорта Юницкого. Именно он провел презентацию технологии Skyway президенту России Дмитрию Медведеву на заседании Президиума Госсовета в Ульяновске 24 ноября 2009 года. В своем интервью губернатор подчеркнул, что увиденное им по-настоящему инновационный подход, а струнный транспорт представляет собой потенциальное решение ряда экологических и транспортных проблем. Он также заявил, что это внушает огромное уважение к вам, к вашей настойчивости, настырности. И одновременно это вселяет уверенность о том, что в Российской Федерации эти технологии придут в ближайшее время. Стенд закрытого акционерного общества струнной технологии на выставке «Транспорт России» также посетили министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов и заместитель руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта Игорь Мицук. Чиновники ознакомились с текущим этапом развития технологии Skyway, заинтересовавшись ее потенциалом по снижению эмиссии вредных веществ в атмосферу, увеличению скоростей, улучшению безопасности и комфорта, снижению стоимости перевозок, а также строительных и эксплуатационных издержек. Министр транспорта даже заявил о намерении представить струнный транспорт губернатору Московской области. За время работы выставки, помимо вышеназванных, гостями выставочного стенда Skyway стали первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Андрей Тюрин, генеральный директор управления электротранспорта городского округа Уфы Оскар Фазлыев, вице-президент Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта Саид Закиров, региональный директор по развитию бизнеса компании Nokia Армен Наринян и многие другие. Большое внимание стенду закрытого акционерного общества струнной технологии уделили и представители средств массовой информации. Сразу несколько телевизионных каналов и печатных изданий собрали материал для будущей публикации о струнном транспорте Юницкого, ходовые испытания которого ведутся в данный момент в экотехнопарке SkyWay в Мариной Горке. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компаний SkyWay по адресу rsv.deficistems.com Поддерживайте наш проект. Настало и вам время. Вслед за Германией, Белоруссией, Австралией, Италией и теперь даже Россией произнести строй SkyWay. Спасать планету.